Вот такое вот печальное зрелище открывается нашему взору, когда мы смотрим внутрь моей банной печи термофор Тунгуска 16. Я уже это снимал, показывал, кто-то возможно видел, но наступила пора снова вернуться к этому вопросу, потому что печка прогоревшая, ну она не прогоревшая, а вот здесь вот видно, что часть каменки под весом камней и будучи раскаленная огнем, просто прорвалась, прогнулась и здесь образовался вот такой прорыв. Я уже не говорю сейчас про боковые стенки, которые тоже повело, вот мы видим здесь образовалась тырочка, но самое страшное это конечно вот этот прорыв, потому что баня хотя и топится, но проблема есть в том, что когда я поддаю на камни, это заливает дрова, то есть вот эта огромная дыра, в принципе она не играет роли для топки, она не мешает тяге, из нее не идет дым, если только перекрыть трубу, задвижку, тогда конечно дым пойдет через эту дыру, в принципе через не идет дым, но проблема в том, что через нее льется вода на дрова, когда я подкидываю. Некоторое время назад я предпринимал попытку сделать вот такой вот костыль, временное решение, то есть я положил две пластины железа на дно каменки, в расчете на то, что будет вода литься на камни, и пока она по камням проходит, сюда что-то попадет, ну и я наивно полагал, что вода испарится и не попадет в топку, но как видно даже по вот этим разводам, видно, что количество воды, которое поддается, оно все-таки успевает затекать через края, здесь, здесь, где-то она попадает и в результате все-таки дрова заливаются, так что данное решение было плохим костылем и нужно что-то менять. Вот сейчас я хочу снять эти две пластины и подумать о том, есть у меня одна идейка, как это можно временно исправить. На новую печку нет денег пока, не собираюсь я новую печку покупать, значит надо попробовать продлить жизнь этой, пусть еще поработает. Итак, я сейчас снимаю эти пластины. Игорем пополам вытащил эти пластины и вот что мы тут видим. Тут мы видим какие-то мои страшные попытки когда-то в прошлом это все заварить. что-то, какую-то пластину, причем она в принципе держится, вероятно, я хотел, чтобы она дальше не рвалась. И в общем-то, эта цель достигнута, но дыры-дыры-то остались. И в общем, думаю сейчас, что делать. Какие у меня есть варианты. Наверное, либо оставить все так и вместо пластин положить поддон с бортиками, либо, либо, либо пытаться тут как-то что-то выпрямить, а потом положить поддон с бортиком. Заварить точно не получится, потому что я не такой уж сварщик, чтобы в таких условиях заварить без дыр. Дыр, тонкий металл, который еще вроде как позиционируется, как нержавейка, на что не очень-то похоже. Сейчас буду пытаться что-то сделать, дальше покажу, что получится. Этоп первый. Сделал заготовку для поддона. Такие вот пластинки 30 на 4. Четыре заготовки для бортиков. И пластина, тоже четверка. 14 сантиметров на 30 сантиметров. Но сейчас дальше я поясню, почему именно такие размеры. И что еще я буду делать. Но пока надо сварить первый поддон. Ну вот, первый поддон вот так вот лежит. Теперь буду варить второй поддон. И потом посмотрим, как дальше пойдет. Нарезал заготовки для поддона номер 2. Уже полосы у меня тройки не было, была только четверка. Сейчас прихвачу, а потом уже по мере того, как прихвачу, буду в местах уже самих швов чистить ржавчину. Потому что не хочу я тратить силы и время на то, чтобы чистить ржавчину. Если это все равно будет потом гореть вместе с камнями, раскаляться. Смысла нет. Поэтому только в местах сварки почищу ржавчину. И вот сейчас сварю второй поддон. Ну вот, сварил второй поддон. Получилась между ними большая щель. Потому что иначе не влезал. Пришлось подрезать. Стены идут под уклоном, стенки вводят их каменьки. Поэтому вот такая история вышла. И теперь у меня стоит задача эту щель закрать. Чтобы вода не лилась в щель. Сейчас буду думать, как это сделать. Теперь еще в дополнение к этим поддонам. Смотрел сверху вот такую вот, не знаю как назвать, крышку. Из четырех полосок. Сильно не проваривал, так стежками сварил несколько точек. Суть в том, чтобы сюда на эти щели не проливалась вода. Теперь вот осталась проблема еще одна. Здесь вода будет. Получается поддон наполовину камней только. Здесь наклонная железяка. Получается, если здесь подкидывать, то все равно будет стекать под поддон. Сейчас думаю, как этот вопрос решить. Варианты либо поддавать только в одну точку сюда. Либо что-то надо думать. Сейчас подумаю. Ну вот, сам понимаю, насколько нагроможденная получается конструкция. Но лучше я не придумал. В общем, сделал еще вот такой укладыш. Вот такой вот укладыш. Чтобы Ставить его сюда К стеночке. И вода, если будет поддаваться на камни, будет попадать сюда стекать. И стекать будет все-таки Все-таки в поддоме. Не идеальное решение. Но что поделаешь. Как-то надо выходить из ситуации. В общем, вот такая получилась конструкция. Здесь еще немножко в правом на сгибе. И уголки чуть-чуть побольше. Надо, наверное, подогнуть. Хотя и не обязательно. Остался еще один важный штрих. Сейчас о нем расскажу дальше. Вся эта моя конструкция будет иметь мало смысла. Потому что она точно так же может загнуться. Будучи раскаленной до красна в каменке. Поэтому важно, чтобы она не загнулась. И вот для этого я буду использовать чугун. К сожалению, у меня нет нормальных пусков чугуна. Есть только вот куски. Разные обломки. Это чугун печной. От плиты. Кухонной плиты. Как в деревенских домах ставят. Которые дровами топятся. На которых готовят. И в общем-то я какие-то куски такие сюда нарежу. И положу их. А уже сверху будут камни. И защитить его. Так как чугун, он нагревается. Он хрупкий, но не гнется. И в общем у меня есть начальство на то, что каменка постоит какое-то время еще. До новой печки. Так что вот сейчас режу куски чугуна. Для этого. Ну что ж. Начинаем увлекательное действие. Спасибо термофору за это интересное хобби. Что у нас в итоге получается. Сейчас ставлю эти контейнеры. Или как их не контейнеры. Подтоны. Так надо их нацепить. Потом ставлю загребашную. Сейчас надо уложить. Железяку. Потом чугун. Вот такие мне удалось. Нарезать чугуняки. И обрезки тоже сюда сложу. Может быть так это подольше. Кусочки. Кусочки. Нет, не треки кладет. Так. И вот еще у меня напоследок довесок, чтобы она у меня не погибалась. Вот еще одна чугуняка. Там дверца от старой печки. Так. Надо ее немножко подрезать. Надо ее немножко подрезать. И получается, что она создает хороший упор для этого слива. В общем, вот такая история получается. Надеюсь, теперь это все не прогнется. И, конечно, там будет много лишних воздушных прослоек. И, конечно, часть тепла будет задерживаться. Но пока приходится делать так. Сейчас сверху наложу камней. И в пятницу буду топить баню. В общем, вот такое вот костыльное решение с печкой Тунгусской термофор. Может быть, есть идеи получше. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях к этому ролику. Ну, а всем, кто столкнулся с такой же проблемой, как я, желаю успехов в ее решении.